здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор который за который вы проголосовали большинство из вас проголосовала именно за разбор кейт вы видимо хотели понять что с ней на самом деле происходит и это понятно потому что долгое время она не давала о себе знать потом вот буквально вместе с нашим голосованием вышло видео обращение от кейт которая в некоторых источниках сказали что сформировано нейросетью но я все-таки должна сказать если даже это сделано нейросетью то некоторые моменты такие тонкости которые я увидела между строк я думаю что вряд ли это нейросеть могла так сформировать поэтому я очень сильно сомневаюсь в плане этой версии но напишите мне в комментариях какие есть доказательства того что это сформировано нейросетью я все-таки берусь беру на себя смелость и хочу разобрать это обращение именно с точки зрения невербального невербальной коммуникации потому что здесь я увидела некоторые сигналчики звоночки которые я дальше копнула дальше нашла доказательства в другом интервью где она вместе с можем давала интервью там были тоже небольшие сигналы которые мне указали на то что я потом в итоге ну докопалась до того что может быть и не стоило докапываться но давайте обо всем по порядку и начнем вот именно с этого обращения разберемся что же на самом деле скрыто между строк я хотела воспользоваться этой возможностью чтобы ли и здесь должна вам сказать что она очень мало жестикулировала только вот руками которые у нее лежали на коленях да и буквально немного вот этих жестов которые действительно для меня давали какую-то дополнительную информацию кроме того что она говорила вербально так вот здесь получается вот в данном случае она как бы придает направление своему обращению вот дает вот направление вперед да идем дальше и смотрите вот этот жест который я хотела на который я хотела бы чтобы вы все обратили внимание в моменты когда ей нужно нужно эмоциональная поддержка от самого себя как бы да она левую руку кладет на правую и как бы обнимает правая рука у нас логика до левая эмоции но у меня камера зеркалит поэтому к сожалению я вас могу запутать потому не буду показывать да значит она как бы эмоциями говорит что все будет хорошо невзирая на логические какие-то выводы на взгляды на какие-то да какую-то информацию то есть все будет хорошо знаете такую фразу которую мы часто говорим даже невзирая на то что все на самом деле очень плохо вот так же и она как бы делает своими руками честно поблагодарить тебя за все замечательные сообщения поддержки и за твое понимание пока я восстанавливалась после операции это были невероятно тяжелые пару месяцев для всей нашей семьи но у меня была фантастическая медицинская команда которая проявляла огромную заботу обо мне за что я тебе так благодарна в январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в лондоне и в то время считалось что мое состояние не связано с раком операция прошла успешно однако анализы после операции показали наличие рака смотрите а здесь у нас пауза и она сильнее как бы обняла схватила можно сказать правую руку до левой то есть она просто усилием воли постаралась себя успокоить эмоционально то есть вот это вот очень тяжелая информация которую ей сложно говорить моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения и вот смотрите она замерла да это знак того что она растерялась да и вообще рука замерла и она замерла да дальше о чем это говорит о том что ну либо забыла что сказать да что тоже бывает либо действительно это очень тяжелая информация да и здесь ну к сожалению надежды мало но смотрите я все-таки склоняюсь к тому что надежды мало ну к сожалению так потому что это все подтвердило ее лицо на лице мы видим печаль кроме того она вдохнула воздух нервно да на дальше пауза ну то есть это все-таки мне дало понять что в данном случае она говорит о том о той ситуации где у нее очень мало надежды видите это конечно стало для меня огромный видите ладонями как бы отталкивает информацию опускает челюсть нам шоком и мы с уильямом делаем все возможное чтобы справиться с этим в частном порядке ради на и вот здесь вот конечно меня честно говоря испугало то что нас на слове мы с уильямом и она стала качать головой нет перебирает пальцами и сигнализирует а растерянности ну в общем много сигналов того что что-то не так вот именно с уильямом нашего благополучия молодая семья как ты видите перебирает пальцами вот это вот растерянность можешь себе представить на это ушло много времени мне потребовалось время чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение но самое главное нам потребовалось время чтобы объяснить все джорджу шарлоттилу и так как им удобно и заверить их что со мной все будет в порядке видите кивнула но голова к плечу не знаю поджимает подбородок пауза напряжение и это говорит о том что да мы сказали детям что все будет в порядке но мы сами ну я сама не знаю как будет то есть вот это вот тоже очень острый момент который она нам продемонстрировала с помощью невербального невербальных сигналов тела как я уже сказала им я чувствую себя хорошо и становлюсь сильнее с каждым днем сосредоточившись на том что поможет мне исцелить свой разум тело и дух присутствие уильям рядом со мной также является отличным источником утешения и уверенности как и любовь поддержка и доброта которые окружают меня это было продемонстрировано многими из вас то есть присутствие уильяма и здесь пошла демонстрация большого пальца а именно большого пальца не успокаивает себя с помощью левой руки а именно демонстрирует большой палец данном большой палец это демонстрация эго и эго ну как бы причем здесь эго но в данном случае для но я не знаю либо это для нее важно сейчас это сказать либо это важно в принципе проговорить вот для того чтобы ну вот как-то держать какой-то что называется держать лицо да то есть здесь речь не об эмоциях а а статусе больше понимаете вот в чем проблема ну как бы говорит о том что действительно ее беспокоит да и когда говорит об уильяме там мало эмоций вот это вот меня тоже насторожило то есть видите вот пальцы пальцы пошли и нет вот этого вот пальцами она потирает один палец друг другим но нет все таки эмоциональной поддержки нет иллюстрации эмоциональной поддержки и она говорит о своем муже вот это вот меня честно говоря ну вот как-то насторожило напишите в комментариях что вы об этой ситуации знаете вообще почему вот так и такая реакция вот для меня это честно говоря ну как бы я стала отсюда копать меня это насторожило и дальше давайте вместе будем копать потому что информация всплыла неожиданная очень неожиданная но честно говоря я не ожидал одно и то же сказал видите как она говорит об уильяме да и вот у нее много растерянных жестов до разводит руки это как раз вот знак растерянности она не знает что это так много значит для нас обоих мы надеемся что ты поймешь что нам как семье сейчас нужно немного времени пространство и уединения пока я не закончу свое лечение моя работа всегда приносила мне чувство глубокой радости и я с нетерпением жду возможности вернуться к ней когда смогу но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении видите вот когда она говорит про работу она тоже вот как раз именно большими пальцами оперирует они рука ну руки конечно тоже работают но больше вот включаются большие пальцы вот про мужа и про работу включаются большие пальцы то есть здесь вот как раз его это вот в данный момент я также думаю обо всех тех на чью жизнь повлиял рак для всех кто сталкивается с этой болезнью в какой бы форме она не проявлялась пожалуйста не теряйте веры и надежды вы не одиноки ну исходя из этого видео я сделала два вывода первое это то что надежда у нее действительно сейчас очень мало к сожалению второе это то что муж ее как-то не вдохновляет ну вот я не я не знаю по какой причине но вот это для нее ближе к работе понимаете вот когда она говорит о своем самочувствии о детях еще о чем-то там больше эмоций а вот когда говорит о нем там много логики включаются большие пальцы и это ну вот как-то не очень вяжется с тем чтобы ну вот именно эмоционально передавать эмоциональную близость то есть про уильяма сказано просто как бы в контексте того что надо о нем сказать теперь я нашла вот предыдущее интервью которое они вместе давали там было три интервьюера разговор был о спорте и в общем то особо ничем не примечательное интервью на мне хотелось посмотреть на то как они взаимодействуют насколько близкие у них отношения это прекрасно видно обычно вот когда мы разбираемся в невербальном поведении мы когда видим пару мы понимаем насколько они близки вот я с этой целью просмотрела это интервью и давайте вместе с вами посмотрим какие же на самом деле у них отношения еще до того как стало известно про болезнь кейт да вот все как бы нормально это ну насколько я понимаю буквально накануне было того что вот стала происходить дальше давайте смотреть часть веселья это действительно так это очень важно это важная часть 1 смотрите во первых кейт жестикулирует указательным пальцем да и видно что она лидер но как к этому относится у вильям вот это вот очень показательно смотрите значит сначала когда кейт начинает говорить ее муж опускает челюсть и и сталкивает большие пальцы друг с другом вот это вот вы помните да про эго которая у нас но большие пальцы это наше эго и он сидит и демонстрирует что наши эго столкнулись лбами вот пока она говорит руководит процессом да ему это не нравится у него внутреннее это противодействие до внутренняя конкуренция с ней идет дальше тут интересно смотрите вот он толк пальцы толкает и через на трях не существующие пылинки это жест манипулятор это же самоочищение его люди используют когда им нужно успокоиться перед перезагрузиться что называется отвлечься на что-то вот таким образом слушая свою жену но мало того что они не на одной волне когда люди на одной волне он внимательно слушает во первых во вторых он кивает ну в соответствии с тем что слышит да а здесь получается он абстрагируется и от ну получается что ему нужно перезагрузиться я не знаю возможно ему не нравилось то беседа которую они вели там действительно было абсолютно ну по крайней мере для меня не интересная беседа не знаю насколько для вас вот вы наверняка понимаете о каком я какое интервью я взяла для то для разбора да могу ссылочку на него оставить под видео чтоб вы посмотрели единственное там на английском языке но через яндекс оказывается через яндекс вот как его короче когда открываешь в яндексе а то автоматически есть перевод вот и это очень здорово меня сейчас спасло потому что без этого я бы не разобралась так вот получается посмотрите насколько я права и вообще может быть я дую на воду ну вот вот скажите мне пожалуйста обязательно на ваше мнение по этому поводу идем дальше человек спросил меня какое мое любимое воспоминание из детства было связано со спортом и это было именно так я вспомнила как играла в хоккей или нитбол под ледяным дождем и думала что мы все совершенно сумасшедшие но это было действительно очень весело и несмотря на это ощущение своего рода достижения через которое ты прошел это знаете ли не невзгоды в жизни в этом есть полный смысл но на самом деле это было нелегко я на связи вы проявляете себя когда вам этого не случится смотрите как он смотрит на нее с опущенной челюстью то есть он подавлен сжим сейчас вот смотрите сжимает рот подбородок собирает уголки рта потом сейчас вот сейчас подождите вот она говорит да он смотрит на нее причем вы знаете мне кажется что даже челюстью немножко ведет то есть скрывает эмоции дальше смотрите собирает рот мы с вами знаем что народ это захватническая деятельность и когда человек пытается его собрать он как бы захватническую деятельность выключает то есть ему неинтересно двигаться туда до куда он смотрит а ему хочется просто это закрыть на дальше вот еще я увеличила вот здесь вот ногу сейчас вот видите ногой при этом пинает и поднимает челюсть довели кто из них самый конкурентный спас то есть его жесты мне абсолютно не нравятся честно говоря я не знаю в чем там проблема но он чувствует себя подавленным рядом с ней ему что-то не нравится либо сама беседа не нравится либо роль кейт в этой беседе но вот в данном случае он реагирует именно когда она начинает что-то говорить он именно так всегда и реагирует возможно ему хочется самому что-то сказать она его перебила там или как-то но опять-таки она там позволяла ему перехватить инициативу на что он абсолютно но не подхватывал эту инициативу что говорит о том что все таки нет он не бился за то чтобы стать лидером в этом разговоре или еще за что-то он именно наблюдая за своей женой демонстрировал вот эти жесты ну как то вот не очень приятные дальше идем дальше я думаю что они вероятно какую я видите кстати вот она пытается включить его в беседу вот и как я и говорила довольно долго спорили бы о том кто был самым конкурентоспособным а кто самым лучшим из них двоих я больше всего поддерживаю тебя вот смотрите опять он пытается вроде как поддержать да потом смотрит на нее опускает челюсть здесь презрение презрение с опущенной челюстью это негатив направленный в себя надо то есть вот он рядом с ней чувствует себя очень неуверенно почему что что происходит я не понимаю но я полагаю что кредите опять одежду отряхивает опять жесты самоочищения что это такое семья мы просто очень активно и я всегда помню видите опять пальцы сталкиваются вот это вот вот этот жест до конкуренция конкуренция эго на вообще увел челюсть вниз сжимает губы презрение досада вообще вот его реакция причем она вроде бы вдохновением рассказывает какую-то историю а он вообще отключился от беседы и ждет пока она выскажется да и причем ждет довольно негативная ты должна заметить не вовсе не позитивно то есть вот все жесты говорят о том что ему что-то не нравится не понимаем и были физически активны смотрите вот за медленные съемки вот вот его реакция но как бы когда вот такая реакция это это уже все плохо вот честно особенно если учитывать что они то в общем то как говорится муж и жена одна сатана да а здесь получается что и вот это отряхивание несуществующих пылинок же же самоочищение смотрите посмотрел сжал губы поднял челюсть опять опустил увел взгляд на глаза бы мои не смотрели там было еще он тер глаза то есть вот прям ну совсем ему не нравится что она говорит как она говорит а это ну как бы это работает в тех случаях когда ну человек либо достал либо ну я не знаю как как-то либо разговор ему не нравится может быть я допускаю все таки что это дело в разговоре но опять-таки когда у него получалось что-то рассказывать он вдохновлялся и рассказывал да и как бы включался в диалог может быть он испытывал досаду что но получается деда вели там много людей и было сложно вклиниться в эту беседу возможно это его раздражало но вот реакция все-таки на кейт мне очень не понравилось да вот использовали свое тело будь то прогулки по озерному краю скалолазы не в шотландии плавание с юных лет они всегда поощряли нас быть физически активными и спортивными и они всегда поощрял нас заниматься командными видами спорта и пробовать что-то новое и я думаю что это очень важно для молодежи потому что современные дети на самом деле подвергаются разнообразию насколько вы оба конкурентоспособны потому что майк я не собираюсь лгать я действительно не хочу этого говорить но он показал что мы оба очень очень конкурентоспособны вы немного похожи на монику чендлера и их друзей это не такая уж большая конкуренция я не понимаю откуда это берется если вы смотрите вот здесь вот опять пример разлаженной работы команды да получается он как бы засмеялся посмотрел на нее в поисках поддержки она тем временем ну в общем то это в принципе это нормально да ну в комплексе вот этих всяких жестов которые мы с вами пронаблюдали уильяма как бы меня честно говоря и это тоже еще одна там копеечка в копилку того что ну как бы что-то плохо что но мне мне это не понравилось но уже в комплексе того что мы перед этим с вами увидели пятый играли в настольный теннис это продолжалось бы часами вам пришлось бы удвоить ставки либо бросить игру так ли это на самом деле на самом деле я не думаю что нам действительно удалось закончить партию в теннис нет это турбонадув есть ли на то какая-то причина все скобки сломаны в любом случае это стиль макроуд это становится психологическим испытанием для них обоих да это сводит с ума правда да и как много из этого достается детям проявляются ли у них признаки соперничества я знаю что действительно интересно так это то что у всех них очевидно очень разные темпераменты кстати вот я сейчас наблюдаю да и он вроде пытается что-то сказать она перехватывает инициативу возможно слишком много она проявляет инициативы и это его раздражает возможно просто по ситуации до получилось так что он может и хотел бы что-то сказать но она как-то вот более быстро реагирует и что-то отвечает да и опять смотрите с его стороны идет вот и по мере того как они растут и пробуют себя в разных видах спорта они очевидно все еще очень молоды и будет интересно посмотреть как они растут и развиваются опять же самоочищение опять досада опять ему все не нравится но не знаю в чем там дело ребята вот если вы в теме расскажите мне пожалуйста но мне вот эта пара честно говоря вот по невербалике сначала насторожила естественная попыталась разобраться в причинах до на причины на сегодняшний день я усиленно увлекаюсь и изучаю астрологию да и в общем то там по поле непаханной информации но такие вот вещи они в принципе на поверхности да как правило и я решила заглянуть в натальные карты наших сегодняшних героев и в общем то меня конечно это все повергло в шок потому что вот пожалуйста перед вами натальная карта кейт кейт к радости к нашей есть время рождения а у уильяма тоже есть время рождения и вы знаете теперь теперь просто шок-контент вот честно говоря вот для меня лично это было шок-контент потому что посмотрите это их совместимость это что такое вот люди которые живут вместе которые ну как бы любят друг друга и я думала что у них связей намного больше понимаете когда вот такой нет вообще никакого общения планет это говорит о том что это два человека которые в общем то ну вот встретились ну я не знаю для чего вот их союз вот когда нет вот таких вот соединений планет их союз держится чисто на логике вот и все но есть одно соединение это у нас нептуны но это потому что они 1 года рождения нептун очень медленная планета трансурановая она не как бы вот они не нептуны это не личная планета это определенные там вот получается веяние на тот момент когда они родились это просто 1 год ки вот и все с таким же успехом он мог жениться на любой 1 год ки у него было бы такое же соединение нептунов то есть поэтому ну я просто знаете была в шоке честно говоря в ужасном шоке кроме того вот эти сплетни про то что у него связь с другой женщиной и знаете ну вот что ну конечно у них есть и общее и например у них узлы у обоих находятся в раке и это как раз и есть то связывающие их то что в общем то почему они вместе потому что узел это предназначение ну вот та та точка в которую человек должен прийти в конце своей жизни да и если узел в раке северный узел в раке то южный узел в козероге то есть им обоим нужно пройти вот это вот как сказать этот путь от карьериста от человека который больше логикой привык работать перейти в более душевные какие-то вибрации да и в данном случае их предназначение организовать надежный обеспеченный дом создать семью защищенную от превратности судьбы и в общем то они с этим прекрасно справляются я бы даже вот знаете и не и не подумала бы что у них есть какие-то проблемы да и в чем дело почему вот ну как бы вот такая у них у обоих получается что вот такое одно предназначение и что им необходимо обоим ценить традиции семьи клана страны во главе угла должны быть должно быть познание собственных эмоциональных запросов запросов своих детей партнера по браку важно через эмоционально близкие связи познавать реальность но откуда здесь взяться эмоционально близким связям вот когда вот такое вообще вот понимаете тут ну совершенно нет никаких связей да я конечно понимаю что у обоих определенная задача и вот на этом они сошлись кроме того в принципе вот например кем он для нее является здесь очень хорошо что мы знаем время рождения это очень хорошая подсказка и кстати для тех кто у меня учится на астрологии у меня мини курс по астрологии но чисто для чайника для того чтобы вы просто научились этим пользоваться так вот в этом курсе в я вам подсказываю еще одну фишечку я там не не сказала смотрите вот мы внутрь ставим в данном случае натальная карта кейт внутри и смотрим на какие ее дома попадают его планеты понимаете и это говорит о том что он для нее что он ей дает в этой жизни понимаете даже если бы у него допустим не было времени рождения да мы можем смотреть по партнерам что этот партнер нам даст учитывая то что наша система домов расставлена да и в какой дом попадают его планеты то есть и под по этой схеме мы можем понимать чем этот партнер станет для нас понимаете как это интересно работает вот давайте разберемся например он для нее заполняет третий дом это значит что это близкое общение как брат вот то есть вот смотрите вот эта концентрация планет говорит о том что во многом он для нее как брат дальше идем по вот планетки есть на 4 на 5 дом да что это значит что это корни до 4 дом и 5 дом это дети влюбленность но получается что он ей дает влюбленность то есть она в него влюблена он заполняет ей своим получается нептуном ее потребность в любви да но не факт что он ее любит мы посмотрим уже кем она для него является вот я в следующем слайде вам покажу да получается но вот здесь вот у нас находится лилит лилит это вампир и получается что он попадает ей в пятый дом своей лилит это значит что по сути но это будет вампиризм по теме влюбленности да и она скорее всего будет отдавать больше потому что лилит это потребитель энергии ну и вот как бы понимаем до ситуацию сейчас которая происходит с женщиной да с которой у него говорят интрижка дальше идем следующее вот здесь у нас все пусто и здесь вот заполняет ей с 10 до 11 дома планетами что это значит это значит что он ей дает еще статус карьеру и 11 дом это ну я считаю что это дом везение это дом друзей это дом который дает нам счастливый случай да то есть получается он для нее счастливый случай в карьере здесь много планет до сконцентрировано и вот вот что он ей дает теперь что она ему дает давайте посмотрим тоже довольно интересно даже если связи нету да но все равно вот это уже более логично и такое объяснение того почему люди сходятся да и даже вот и вот при таких аспектах но честно говоря конечно очень мало аспектов совместимости да ну прям да безусловно у них луны в одном знаке это очень хорошо это взаимная эмоциональная поддержка это это плюс большой согласно ну вот ну вот дальше что-то ну прям совсем ну никак то есть эмоционально они друг друга понимают получается он ей дает вот по этим пунктам дальше что она ему дает что она для него первое это в первый дом она ему первый дом заполняет планетами то есть она поднимает ему самооценку это первое второе вот смотрите она вот заполняет ему седьмой дом то есть она для него очень хороший партнер причем такой партнер который ему нужен ну то есть это вот на уровне логики да получается что она заполняет ему дальше идем здесь девятый дом она ему тоже заполняет и несмотря на то что у него тоже девятый дом очень хороший она ему дополняет туда что это говорит это говорит о том что она для него соратник в какой-то степени учитель да и в какой-то степени даже вот я считаю что девятый дом это дом бога да вот и в какой-то степени она для него как бог но не в плане вот именно при привлекательности а в плане вот именно философии да вот философски она его очень хорошо дополняет да вот она ему прям дает туда много энергии но не как женщина вот понимаете в чем фишка дальше смотрите здесь еще идут вот заполнение по у нас 10 11 по понемножку да то есть здесь понемножку энергии дает она и в плане карьеры и такой ангел-хранитель и вот в скрытом до вскрытом тут идет вот непонятно что да получается лилит прям на куспит попадает 12 дома то есть там что-то скрыто и там очень много вампиризма вот как раз весь ее вампиризм он скрыт а его вампиризм он касается вот именно ее влюбленности в него понимаете но вот как это все еще вот еще дополнительная такая фишечка как трактовать вот это попадание планета ну и вот эти слухи с той дамой с которой у него отношения ну возможно отношения зовут ее роуз я фамилию боюсь не произнесу поэтому не буду стараться вот с этой роуз я поставила ее но не натальную карту а космограмму и посмотрите что я увидела ну тут просто страсти мордасти и вы знаете ну когда у людей совместимость вот такая да то я думаю что ему в принципе вот любая женщина с которой хоть какие-то аспекты будут да он на нее отреагирует но когда вот такие аспекты я знаете вот прям 90 процентов того что действительно там что то есть хотя в принципе ему ну как бы когда вот нет вообще связи с партнершей с которой ты живешь да здесь как бы я ни в коем случае вот я постараюсь сегодня не не осуждать не давать вот эту оценку до моральную потому что ну как бы это их жизнь и все такое но вот глядя на эту ситуацию я понимаю что он вряд ли он ее скажем так упустил такую возможность получить столько эмоций потому что вот каждый этот аспект вот когда мне на консультацию попадают вообще вот такие аспекты я разбираю там часа три наверное потому что каждый из этих аспектов говорит об определенных ситуациях в жизни до об определенных каких-то взаимодействиях которые людям надо проработать и вообще и судьба таких людей она обычно вот знаете сталкивает лбами и вот пока мы не проработаем хотя бы часть вот этих аспектов нас не разводят и вот вот здесь вот действительно их настолько при при магните ты вот при при встрече я не знаю было там что-то или не было но судя по натальной карте явно там что-то если они встретились то это точно что-то было потому что но по-другому не может быть и что она ему дает вот я поставила на его натальную карту получается но тут тоже натальная карта но это космограмма дабы не будем считать ее домов и какими какие планеты она ему вернее какие дома она ему закрывает своими планетами то есть что она ему поднимает где энергетику она ему поднимает а и получается что в первый дом попадает то есть она ему поднимает самооценку во второй дом попадает смотрите здесь ресурсы но кстати в плане ресурсов здесь и и лили то есть ресурсы она все-таки больше берет до ресурсы деньги и так далее то есть получается вот по ресурсам но и дает тоже смотрите и и венера и и солнце то есть когда она рядом он ресурсный то такой он готов с ней делиться дальше мир меркурий на на куспиде получается общение тоже довольно близкая да то есть в какой-то степени брат и сестра ну как то вот есть о чем поговорить вот так вот им кроме того что еще здесь еще у нас ее предназначение как раз попадает ему в пятый дом и на куспид 6 то есть здесь прям знаете можно сказать что человек пришел именно для этого вот для того чтобы ему создать вот этот эмоциональный фон чтобы он прям воспрял и и попробовал как это на самом деле с эмоциями потому что в отношении к скейт там с эмоциями все очень сложно там все чисто на логике построена дальше смотрите что у нас так вот попадает она ему 8 дом то есть сексуально здесь у нас связь да вот понимаете что связь совершенно другая нежели скейт здесь вот прям по сексу она ему прям дает эмоциональную такую поддержку и и дает еще много энергии потому что у нее вот здесь много энергии белая луна это у нее хорошая наработка и вот она его прям сексуально очень вдохновляет и дальше статус везения тайна то есть вот здесь вот тоже 10 11 12 дом все это начинено можно сказать ее планетами то есть вот такая вот у них связь и я думаю что все таки связь у них есть учитывая но по крайней мере если они друг друга увидели то искра точно пробежала это сто процентов вот вот как не крути да у них там луны ни в одном знаке да они там не так могут быть эмоционально близки да вот скейт они эмоционально близки у них луны рядом у них предназначение рядом но эмоционально близки вот только в эмоциональном смысле а дальше эмоциональности все идет на логике понимаете а вот здесь и сексуальное влечение и вот энергия да вот получается что все таки мы слишком сложные существа для того чтобы как-то просто получается что знаете вот разбирала да и думала вспоминала песню аллы пугачевой да все могут короли но только по любви не может же не вот жениться по любви не может ни один король вот такая вот к сожалению ситуация да мне очень больно а еще ну я понимаю что онкология это как раз вот и есть проявление вот этих вещей когда но она как бы стремилась к этой цели да кейт она влюблена была в принца да она она ну это было и смыслом ее жизни но я не знаю почему она не заглянула в их совместимость и не подумала ну вообще о том что что будет дальше потому что как правило вот такие вот связи которые основаны на логике в первую очередь да когда там на сначала вроде как эмоции до зажглись да вроде бы все хорошо но но дальше то что ну вот а дальше вот это понимаете вот когда мы идем на какие-то компромиссы особенно в плане вот отношений ну вот вот к сожалению к такому часто и приходим и мне очень больно это про проговаривать не очень тяжело вообще в принципе ну как-то сопоставить это все потому что для меня это как-то знаете вот честно говоря какая-то часть моего мозга сейчас вот прям просто протестует понимаете я верила в эту пару я считала что у них все хорошо что они созданы друг для друга но вот когда я поставила их натальные карты я просто ужаснулась но опять таки напишите мне свое мнение может быть вы меня в чем-то разубедите может быть я в чем-то не права мне даже сейчас очень хочется оказаться неправой потому что все таки мне хочется верить в эту пару и я верю в то что там действительно любовь они просто логикой и какие-то вот взгляды на то что это просто выгодно это просто надо и так далее потому что я все-таки хочу чтоб жили они долго и счастливо но опять таки вот этот это онкология она и происходит когда человек долго себя заставляет что-то делать дает что ему не подходит когда он себя втискивает какие-то другие рамки да и и вот это к сожалению приводит вот таким результатом и не знаю не знаю напишите мне в комментарии успокойте меня может быть или или наоборот подтвердите но но скажите мне что вы по этому поводу думаете для меня честно говоря вот это как-то мне выводы сегодня не понравились напишите вы свое мнение да ну в общем я с вами на этом буду прощаться если вам интересно разобраться в своей паре в своих парах там или там астрология вообще позволяет очень много делать каких-то выводов до разбираться в себе разбираться в отношениях разбираться в событиях по транзитам и многое многое другое поэтому если вам что-то это нужно можете приходить на консультацию если не хотите на консультацию вы можете в этом разобраться и сделала мини курс для того чтобы вы просто научились вот этот вот круг который натальная карта называется чтобы вы научились его читать хотя бы базово а дальше уже с помощью интернета я уверена что вы разберетесь в этом очень хорошо и научитесь это все читать но в принципе как оказалось это довольно не сложно опыт придет потом в дальнейшем если вы будете этим заниматься поэтому базовые какие-то вещи у меня на мини курсе всего за 990 рублей присоединяйтесь если вам интересно в общем разбирайтесь в себе и ни в коем случае вот не ввязывайтесь вот в такие отношения каким бы ни был партнер до классным замечательным востребованным и так далее смотрите в первую очередь что у вас будет вот понимаете натальная карта она она просто вот позволяет нам не делать каких-то ошибок которые за которые мы потом в итоге платим своим здоровьем своей жизнью и так далее вот что что меня больше всего напрягает вообще вот в этой ситуации понимаете сейчас кейт просто платит за то что она по сути логически понимают как-то больше логикой действовала до когда входила в этот союз нежели все таки да безусловно она влюблена была но но блин в общем ладно это их жизнь и их право решать в общем я с вами прощаюсь на этом люблю вас всех очень сильно пока пока